В зале администрации района прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. На мероприятие были приглашены представители всех заинтересованных служб и ведомств района. Заседание прошло под руководством главы муниципалитета Заура Хамирзова. На повестку дня было вынесено два вопроса. Первым вопросом была подготовка к безаварийному пропуску весенне-летнего половодия, а также защита населения и территории от возможных затоплений в 2024 году. Доклад об осуществлении подобных мер представил начальник отдела по делам ГУЧС Николай Зверев. В данном долгосрочном прогнозе Адыгейского гидравитцентра в 2024 году существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных высоким стоянием на уровне от вредов. Основными факторами, оказывающими влияние на величину максимального уровня воды, является высота снежного покрова. В этом году высота снежного покрова в горах и Московского района, и Республики Адыгей значительная. Кроме того, высота и запас снега, глубина промерзания, почва, обильные атмосферные осадки и температурный режим. В районе опасность могут представлять сильные продолжительные осадки в виде дождя, которые будут способствовать подъему уровня воды на малых реках, в особенности Фарс и Чехрак. По состоянию на 1 марта, на сегодняшнее число, паводкая обстановка на реках района стабильная, наблюдается небольшое колебание воды. Но, как вы помните, в середине февраля месяца, в результате выпадения обильных осадков, произошло резкое подъем уровня воды в реке Фарс с достижением отметки неблагоприятные явления. Ну, к счастью, паводковая волна прошла и особых неудобств или каких-то чрезвычайных ситуаций нам не принесла. Также, как вы помните, в середине февраля, в результате выпадения обильных осадков, на некоторых улицах Аула Кашатаб, произошло подтопление придомовых территорий дождевыми водами. Кашхарское сельское поселение принимало активные меры по откачке воды, по отводу воды от подтопленных территорий. В муспальном образовании Кашхарский район разработан план противопаводковых мероприятий на 2024 год. Издано распоряжение главы администрации муспального образования Кашхарский район номер 39 от 27 февраля 2024 года обезобороненной пропуске весеннего половодия на территории Кашхарского района. В Кашхарском районе, в соответствии с планом проведения превентивных мероприятий, планируется выполнение следующих мероприятий. Это расчистка от ила, камней, корчей, водосточных каналов в Ауле Хвост, по которым в прошлом году проходила волна с горы. И расчистка шлюзов от возможных наносов корчей, мусора, ила и так далее. Также планируется обследование и по необходимости расчистка подмостовых пространств на мостах на реке Чехрак, это в майском сельском поселении, в Чепсинском и Найзевском сельском поселении. Садокладчиками по данной теме выступили главы сельских поселений. Заур Хамирзов, в свою очередь, поручил ответственным лицам провести обследование состояния горных ручейков, расчистить куветы для предотвращения возможных проблем. В рамках второго вопроса было обсуждение оперативной обстановки с пожарами за 2023 год и усиление пожарной безопасности в муниципальном образовании. По данной теме отчитался начальник пожарно-спасательного гарнизона. Отдела консорной деятельности и начальник правоспасательных частей провели парафиотические работы по Крымскому району. Пройдем анализ первичных возникновений пожаров в 2023 году и за прошедший период в 2024 год. В анализированном периоде в 2023 году на территории Кашкабрского района произошло 198 пожаров. Увеличение с ранениями с аналогичным периодом по сторонам. 128 на 55% больше. Погибших в 2023 году один человек. Аналогичный период во второй год один. Техногенные пожары 42. За аналогичным периодом 35. Увеличение на 20%. Также в отшатные природные пожары 156. В аналогичный период 93. Увеличение 68%. Наиболее частными причинами пожаров в дальних сооружениях являлись нарушения правил устройства и эксплуатации электрического оборудования, электрических сетей, нарушения правил устройства и эксплуатации печечного отопления. Основной причиной отшатных природных послужило неосторожное обращение с огнем в связи с чем отношение граждан было составлено 59 протоколов административного правонарушения. На общую сумочку 20 тысяч рублей. С начала 2024 года на территории Кашкабрского района зарегистрировано 11 пожаров. За аналогичный период 2023 года снижение на 63%. Из них 3 техногенных. За аналогичный период 2023 года 6 снижение на 50%. 8 варшатных природных. За аналогичный период 2024 снижение на 67%. Что мы видим в начале 2024 года. Значительное снижение. За прошлый год у нас. Год был сформленный засуха. Большое количество было у нас пожаров. По этому обстоятельству мы все наглядно видим, что в этом году было очень большое снижение. Сотрудникам ОНД и Кашкабрского района постоянно и сною проводятся провалактические мероприятия в частном секторе. В 2023 году направлено 11 статьи в районную газету «Кашкабрские вести» тематика, посвященная соблюдению требований пожарной безопасности. Распространено 950 памяток. На пожарную тематику проведено 298 бесед с гражданами Кашкабрского района, а также на пожарную тематику. В 2024 году вышеуказанную работу будет продолжено. Особое внимание будет направлено на разъяснение граждан требований пожарной безопасности при эксплуатации электрических сетей и оборудования, а также печечного отопления в цели снижения возгорания в частном секторе. Глава района обратил особое внимание присутствующих на недопустимость сжигания стерни и сухой растительности на полях района, что непременно повлечет за собой административные штрафы. В ходе заседания были высказаны предложения и обсуждены планы по улучшению работы по подготовке к различным чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности.